В стране хохотания жили смеянцы, любили смеянцы веселье и танцы, и просто смеяться любили смеянцы. Веселую и добрую страну хохотанию, где живут счастливые смеянцы, придумал Генрих Вениаминович Сабгир, русский советский литератор, переводчик, поэт, подаривший детям истории о волшебных существах и сказочных местах, в которых всегда найдется место радости. Сочинять Генрих начал еще будучи первоклассником. В 12-летнем возрасте юноша стал посещать Дом художественного воспитания, где функционировал литературный кружок. Окончив школу, учился в полиграфическом техникуме, служил в армии. В 1959 году Сабгир трудился над переводами книг прибалтийских литераторов. Тогда же автор стал сочинять свои первые детские произведения. В 1960 году в издательстве «Детский мир» вышел первый сборник стихов Генриха Сабгира для детей под названием «Первое знакомство», где автор знакомит малышей с бабочкой, пчелкой, ежиком, белочкой и другими животными. Детские стихи Генриха Сабгира учили наизусть и взрослые, и дети. Многие произведения действительно можно назвать легендарными. Бутерброд, например. Чудак-математик в Германии жил. Он хлеб с колбасою случайно сложил. Затем результат положил себе в рот. Вот так человек изобрел бутерброд. Ни у кого не возникнет сомнения, что создание бутерброда было именно таким. За 24 года Сабгир выпустил почти четыре десятка книг для детей. Стихотворение «Лимон», «Умный кролик», «Стихи про слова» и «Полосатые стихи» стали культовыми для многих поколений малышей и их родителей. Полосатые тигрята от рождения полосаты. Есть полоски у енота и у зебры их бесчета. Есть полоски на матрасе и полоски на матроске. Есть полоски у шлагбаума и полоски на березке. Есть красивые полоски у рассвета и заката. Но встречаются ребята, все от грязи полосатые. Не хочу о них писать в полосатую тетрадь. Кроме того, что Сабгир писал стихи для детей, он также принимал активное участие в создании детских мультипликационных фильмов. По сценариям Генриха Вениаминовича было снято почти шесть десятков мультфильмов, среди которых «Паровозик из ромашкова», «Лошарик», «Мой зеленый крокодил», «Кокослик грустью заболел». «Принцесса и людоед» не только одно из лучших стихотворений Сабгира, но и забавный и любимый многими мультфильм, где стихи не читают, а поют. Погода была ужасная, принцесса была прекрасная. Днем во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Смотрит, полянка прекрасная, на полянке землянка ужасная. А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая прекрасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, ужасный. Слишком вид, говорит, прекрасный. И пошла потихоньку принцесса. Прямо к замку вышла из леса. По второй части стихотворения все наоборот. Ужасно ведущая себя принцесса попадает в прекрасную, на ее взгляд, землянку. А людоед, несмотря на прекрасный аппетит, отказывается есть принцессу из-за ее ужасного поведения и спасается бегством. По сценарию Генриха Сапгира был создан не менее интересный, чем мультфильмы, детский художественный фильм «Волшебная книга Мурада» о том, как герой туркменских сказок Ерты Гулаг помог маленькому хвостунишке Мураду стать честным и смелым. Сапгир написал слова-песен к мультфильмам «Дед Мороз и Серый Волк», «Золушка», «Ничуть не страшно» и многим другим. А также к детским художественным фильмам «Приключения желтого чемоданчика» и «Приключения Петрова и Васечкина» обыкновенные и невероятные. Появилось множество диафильмов с иллюстрированными произведениями Сапгира. Сорванцы Я вчера зашел в один очень странный магазин и спросил у продавцов 200 граммов леденцов. Продавцы переглянулись, продавцы перемигнулись и сказали продавцы «Получите леденцы». Я домой вернулся к чаю. Я пакетик раскрываю. Вижу вместо леденцов 200 граммов сорванцов. Раскатились по столу, очутились на полу. Не успел я отвернуться, со стола слетела блюдце. Не успел я дотянуться и спасти другое блюдце. Все в пакет. Не тут-то было. На паркет текут чернила. Человечки-невелички отыскали где-то спички. Утащили под кровать, стали спички зажигать. Эй, с огнем играть опасно. Лампа в комнате погасла. Вот сейчас поймаю всех, а в ответ и писк, и смех. Я садился на пол, сорванцов искал под шкафом. Встановился я на стол. Одного в часах нашел, а другого в мыльнице. Третьего в чернильнице. Двух достал из-под дивана. И представьте, из кармана вынул десять сорванцов. Всех поймал в конце концов. В магазин вошел я снова. Продавцам сказал сурово. Заберите сорванцов и, пожалуйста, мне взвесьте 200 граммов леденцов. Генрих Вениаминович участвовал в составлении букваря, который был известен всем советским школьникам. В дальнейшем Генрих Сабгир создал свой букварь и написал несколько стихотворных азбук, которые включали в себя считалки и скороговорки на разные буквы алфавита. Стихи, песенки, счет и даже нотную азбуку. В середине 70-х Сабгир совместно с Софьей Прокофьевой стал автором книги «Здоровье для дошкольников. Румяные щеки», изучив которую, ребенку обязательно захочется подружиться с физкультурой, быть здоровым, сильным и закаленным. В 1975 году Генрих Сабгир и методист Людмила Левинова написали математическую сказку «Приключения кубарика и томатика» или «Веселая математика». С этой книги трехлетние малыши начинали знакомство с понятиями меньше и больше, длиннее и короче, один и много. «Приключения кубарика и томатика» и ее продолжение «Как искали лошарика» стали настольными книгами для многих поколений советских читателей. Детские стихи Генриха Сабгира – звонкие, ритмичные и удивительно запоминающиеся. Хватает одного прочтения, чтобы суметь воспроизвести их в памяти. Стихи Сабгира помогают увидеть, какие чудеса можно создавать с помощью слова, развивают воображение и вызывают настоящий интерес к обучению и заставляют задуматься даже взрослых. В стране хохотания жили смеянцы. В стране этой очень легко оказаться. Просто вам надо, друзья, рассмеяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова